Доброго времени суток! Мир постепенно сходит с ума. Живодёрки продолжают издеваться над животными и теперь прикапываются к малолетним детям, заставляя их сниматься в порно. Панин насилуют собак, и это показывают на центральном телевидении. Ну а обычные пользователи продолжают смотреть канал РЭД-21. Ад спустился на землю и бомбит теперь не только пукан, но и голова. И что же нам с этим делать? Хм, давайте разберёмся. С вами Данила Рыжкин, и мы начинаем. Свет, камера, мотор! Нельзя делать выпуски на трезвую голову! и так как было несложно догадаться на повестке у нас три темы три темы это как раз малолетние живодерки это банен со своей собакой и зрители канала р.д. 21 да и не только канала р.д. 21 разных каналов которые не несут ничего полезного общества и как вы понимаете разговор серьезный поэтому над заколить и чувства алкоголя было мало его не спасает от такого я блин с этим ютубом сопьюсь в чертовой матери каждый раз делать выпуски о такой херне ой поберегите моё здоровье хватит этим заниматься вот так давайте перейдем к первой теме ну и первое видео это как раз малолетние живодерки много было сказано про них много было показано про них да они сами показывали свои зверства над домашними милыми животными и теперь они переключились на детей якобы заставляя их сниматься в порнографии естественно обычный зритель взбудоражился и хочет устроить суть линча и знаете вот на предыдущем своем видео про животных я защищал док-хантеров потому что те избавляют нас от заразы которые бегают по улицам и доставляют неудобства нам и нашим детям и нашим знакомым но относительно этой темы относительно этих живодеров я их защищать не буду потому что просто так истеваться над кем-либо без причины это ненормально всегда должна быть причина я уверен что у них причины нет потому что они слишком малы и поэтому суд линча для них просто необходим и необходимо разрешить показать этот суд линча чтобы все видели как им плохо как они страдают и в конечном итоге умирают захлебывают собственной плевотине крови и испражнениях потому что всегда когда умираешь ты выглядишь не особо хорошо и надо показать чтобы другим неповадно было и пусть после таких слов меня воспринимают как дьявола который ненавидит людей мне плевать это мрази которые недостойны дышать воздухом и я вообще в принципе больше не хочу поднимать эту тему и тратить на них свое время потому что об этом было слишком много сказано и пора заканчивать с этим но при этом когда я искал эту новость когда я нашел эту новость еще всплыло такое что какой-то парнишка какой-то парнишка выложил видео как он собирается убить котенка если на него не подпишутся и не поставят ему лайки то он будет издеваться над котенком и в конечном итоге убьет естественно тоже поднялся бугурт и он удалил первое видео выложив второе что это все шутка и котенок и он его домашний он мило гладит его пока тот лежит на диване и господи это гениально вот такие вот флешмобы которые изначально спускают тебя до ужаса до страха смерти а потом разрушает все отличная комедия вот тебе сетап вот тебе панчлайн вот этому чуваку я ставлю жирный лайк я просто обожаю его за такой розыгрыш это куда полезнее любых социальных экспериментов с канала ракомака флой или подобных ибо здесь он показывает насколько люди шизанутые ведь он не издевался над котенком он ничего не показал он просто предложил поиграть в такую игру и все купились и даже пусть они не ставили лайки оставили дизлайки но они купились хотя надо было просто не обратить внимание и этот человек показал какой мы говно как общество замечательно я прям пойду подрачу сейчас у него такой дурак то��ético а Sudaraa тема которая облетела весь интернет это планин со своей собакой и а выждез вторая тема которая обретела весь интернет это парень со своей собакой и со своей собакой общем там пア нин linha и собака и это показывают на центральном телевидении и все это смотрят все и в интернете что это обсуждает и поэтому эту rests о чем мы не обсудим то что обсуждают чем Ведь это нормально обсуждать личную жизнь человека, который... Чё? 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 Вы чё, хуели что ли? Ну, решил он ублажить пёсика или ублажиться благодаря пёсику. Вам-то нахер какая разница-то, а? Какая вам нахер разница, что происходит за дверьми в квартирах чужих вам людей? Чё? Вот прям вот бомбит. Вот прям бомбит. Прям вот и там бомбит, и здесь бомбит. Везде бомбит. Ой, я просто... Я просто не понимаю этого. Ну, сделал он так. Ну и чё? Не, я понимаю, большинство из вас очень скудная и никчёмная сексуальная жизнь, и поэтому такое для вас это нонсенс, и вы хотите это обсуждать, чтобы поднять рейтинги. И я не только про людей с телеканалов, я и про людей с Ютуба, которые это обсуждают. Вот, знаете, честно, плевать. Вот плевать на Панина, плевать на его собаку, плевать, что это может быть подстановкой или правдой. Вообще плевать. На такие никчёмные инфосбросы не нужно обращать внимание. Потому что вот именно из-за такого тебя, дорогой мой, кто делает контент на этом, легко назвать инфоблядью. Да, не меня, а тебя, мразь. Да, вот так. В общем, вторая тема закончена. Нахуй Панина, нахуй телевидение, нахуй всех тех, кто это обсуждает. Видимо, и меня тоже. Нахуй всех. Нахуй. Я тут обнаружил, что, оказывается, стою без штанов, потому что вижу свой стоячий член. Ну и третья тема! Третья тема! Это зрители канала Ред 21. Вам же нравится, когда люди кривляются, да? Да, да, конечно нравится, сука! Как я вас ненавижу! Ну, если быть серьёзным, третья тема, это не только зрители канала Ред 21, это зрители всех подобных каналов с контентом, который не несёт ничего нового. Опять я затрагиваю эту тему, потому что не понимаю этот мир и хочу вновь и вновь об этом говорить. Ведь что у кого болит, тот о том и говорит. Вот у меня болит от этого. Ведь я читаю ваши комментарии, читаю ваши комментарии непосредственно под своими видео. И что же я вижу? Да ты вот ничего не добился! У тебя всего четверть тысячи подписчиков, а у них миллионы! Они могут! А ты ничего не можешь! Вот мне нравится то, что они делают! А ты кусок говна! Знаете, скорее всего, большинство из вас, кто пишет мне в комментариях, неверующие люди. Ну, потому что это модно, это мейнстрим. И вот вам на примере, да? Чтобы вам понимать. Сейчас модно становиться неверующим. Модно. И в конечном итоге вас будет много. И у вас при этом нет убеждений каких-либо. Вы просто ой, я не верю, потому что я верю в науку, хотя в ней тоже ничего не понимаю, так же, как и в Боге, потому что и его я не видел, и черные дыры я не видел, но в науку я не верю, потому что так модно, а в Бога верить не модно. И чё? Вот вы такие же для меня. Ну, или давайте грязнем во времени, да? Когда большинство людей, ну, в принципе, и сейчас тоже большинство людей веровали в Бога. И знаете, верили в то, что земля плоская, и что делали все эти люди? Они ошибались. Они ошибались за своей верой, что земля плоская, что она стоит на трёх китах, на четырёх слонах и на десяти ящерицах, или на чём она там ещё может стоять, что она центр не только звёздной системы, но и вселенной. Ошибались. Так же и вы. Да, у какого-нибудь Реда 21 или у Саши Спилберг миллионы подписчиков, сотни тысяч, миллионы просмотров. Это большинство людей относительно моего меньшинства, которые смотрят меня. Но с большей дойлой вероятности это значит, что они, то бишь вы, ошибаетесь. Да. И мне, знаете, конечно, я хочу популярности, но отчасти мне плевать. У меня есть мои четверть тысячи подписчиков. Это моя аудитория, которая может загнать в небольшой бар, выйти на сцену с микрофоном, сказать им всё, что придёт в голову. И они поддерживаются, они со мной побеседуют. А ваши творцы соберутся вместе с вами на стадионе, вы поднимите свои жопы вверх, обосрётесь и будьте смеяться над этим. Ха, ха, идиоты. Ай, конец третьей темы. Ну, как понимаете, на этом всё. Темы для этого выпуска закончены. Если вы досмотрели до этого момента терпеливо, сжимая зубы, прикусывая язык, то спасибо вам. И если вам понравилось, то подпишитесь на канал, если ещё не подписались. Поставьте лайк, прокомментируйте и распространяйте это и остальные мои видео, чтобы все знали, кто я такой, и чтобы наш бар в конечном итоге превратился в большой стадион. Но мы не будем обсираться, мы будем именно мило беседовать, философствовать и выдвигать своё мнение в диалоге, полиологии или монологии, в виде дискуссии. Да. Ну, а если вам не понравилось, то вам никто не мешает поставить дизлайк и пойти нахуй. Ну, а с вами был Данил Рыжкин, самый субъективный бородач на всём ютубе, во всём интернете. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо, всем дизлайк. Ну, а пока я не ушёл в своей классической манере, хочу сказать, что, возможно, вы заметили небольшие изменения, которые происходят на моём канале в последнее время, если вы меня, конечно, давно смотрите. Это, так сказать, всё ведёт к перезапуску канала и в ближайшее время добавятся новые рубрики, старые, они тоже будут, но не так часто, как в последнее время они не так часто появляются. Будет больше новых рубрик, скорее всего, пойду как раз в новостное, в инфоблядство, ну, и также в более творческие относительно короткометражек и каких-либо постановок, то есть буду заниматься уже творчеством, а не просто бла-бла-бла. Ну, в принципе, вернусь к тому, с чего начинал. Как-то так. Ещё раз пока. Ещё раз пока. Подпишись!